Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Братья, сестры, всех приветствую со Львова! Привет всем в Киеве, наша киевская архипескопия. Бог, действительно любящим Его, те, кто поют эту песнь любви в своей жизни, и фемиам любви возносится к небесам, действительно переживает божественный переворот, божественный Пурим. Потому что враг приходил, чтобы украсть, убить и погубить, а Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И это великое благословение. Дорогие друзья, здесь также передаю привет и огромное спасибо всем, благодарность, кто действительно в молитве о Львове, о городе Льва, из колена Иудина, Иисуса Христа. Я верю, что здесь не только князь, вспоминается, основатель города, но и сам великий лев, лев всех львов, Иисус Христос. И благословляю вас, дорогие друзья, во имя Господня, во имя Иисуса Христа, благословляю благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому из города Львова, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Слава Иисусу Христу, слава Богу Святому, и ни в коем другом нет спасения, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу. Дорогие друзья, братья и сестры, обнимаю всех, благоставляю, вы дороги моему сердцу. Привет вам из Киева, от нашей киевской архиепископии всей, от наших батюшек, матушек. Слава Богу, привет моей семьи, и хотя моя супруга и дети сейчас здесь не присутствуют, но они уже потом в записи посмотрят все. Так что, пользуясь случаем от них, привет передаю. Вот, и с семьей хорошо, без семьи тоже хорошо, все хорошо. Когда Бог с нами, когда мы Боги, все хорошо, знаете, вообще все насыдает, и все полезно, и все хорошо. Потом, ну, как есть любовь, мы когда, допустим, ну, объясняемся в любви, как муж, жена, да, она мне спрашивает, ну, как мы часто спрашиваем, хотя уже почти 30 лет вместе, значит, как муж, жена, но любишь ли ты меня? Да, Иисус тоже спрашивал так. Вот, и, да, значит, и, ну, я честно признаюсь иногда, говорю. И, ну, знаешь, я люблю тебя, но я, вот, Иисуса люблю больше. Она говорит, вот, правильно, правильно, это хорошо. Вот, слава Богу. И, дорогая церковь, вот, Агапа, вот, вы в моем сердце, вообще любовь в моем сердце, когда молюсь, часто вспоминаю, это не то, чтобы так специально стараюсь, знаете, напрягаюсь, вспоминаю о львове, в молитве, это, само собой, происходит естественно, но как-то, знаете ли, а это для меня очень ценно, для меня это очень важно. Слава Богу. И сегодня в таком трепете я пред Богом и в таком волнении перед всемогущим Богом и пред вами, пред всеми, перед вашими душами, пред Его святыми ангелами, которые сейчас здесь, в этом собрании, велико множество собрались. И Его Слово, Божье, Святое Слово, дозвучит сегодня в наши души, в наши сердца. Пусть наше это собрание, оно прямо сейчас будет небесным, святым собранием. И в небесах наши души, они уже начинают свою жизнь, они уже живут. Если мы в Боге, а Бог в нас. Небесное житие наше, небесная жизнь наша, она уже сейчас. Не тогда, когда наша жизнь земная прекратится, она уже сейчас. И это самое ценное. Самое великое таинство веры. Порой богословы спорят, какие таинства, сколько таинств. Называем протестантской церкви, чаще всего два таинства называют, да, католическая православная церковь, семь таинств. Но на самом деле и те правы, и те правы по-своему. Но правее всех сам Господь Бог. Правее всех. Потому что Его Словом все таинства вообще. Вся наша жизнь таинства. А самое главное таинство всех таинств – Христос в нас. Упование и слава. Самое великое таинство, когда Бог в человеке, а человек в Боге. Самое величайшее таинство всех таинств. Чудо всех чудес. И в моей жизни, как верующего человека, много было чудес. И есть сейчас чудеса. Божьи, святые чудеса. Но нет чудес и ничего. Чем действительно вот эта жизнь в Нем. Погружение в Него. А Его погружение в нас. Когда я делился здесь, у вас в собрании, уже не раз, Словом Божьим. С большим удовольствием делился посланием, любви посланием Слова Божьего. Я вспоминал часто те слова. И молясь сегодня, также вот вспоминаю это слово. Когда перед тем, как еще Христос родился, накануне Его Рождества, накануне Его пришествия, первого Его пришествия, когда Он своим пришествием спутал все карты религиозные, всех благословских школ, учителей, религиозников, политиков, знаете ли, перед Его вторым пришествием так же все спутается. Потому что все правы по-своему, но правее всех Господь Бог всемогущий. И накануне Его пришествия были разные богословские школы, которые гадали по-разному, видели Его пришествие, Машеха, Христа, Мессии. Ожидали, ждали, любили по-своему. И вот две таких главных школы было в Богословске в того времени. Школа Шамая и школа Гилеля. Их так не знаем в истории. Были другие школы, известные такие, книжников, фарисеев, садукеев. И вот в школе Шамая и в школе Гилеля этим школам, учителям этих школ, выдающимся еврейским учителям того времени, задавали вопросы. И вопрос задавали очень важный, насущный. В Библии, в Торе, в Пророках, во всех еврейских писаниях тогдашних, как мы говорим, Ветхого Завета. Какой стих является как бы золотым? Что и самое главное? Дайте нам тот стих, который как бы открывал собой всю Библию, все еврейские писания. И эти школы между собой спорили всегда, соперничали, спорили по любому поводу. Но самое удивительное произошло следующее, что эти школы, обе школы, не сговариваясь, остановились на одном и том же стихе. Это было удивительным моментом совпадений взглядов, потому что они всегда и до того, и после того спорили всегда. И не соглашались по всем поводу. А здесь они нашли текст, один и тот же текст из Библии. И самое странное, что они нашли текст не в Торе, не в Пророках, а в самой странной книге. В книге всех книг есть самая странная книга. Песня-песня. «Шир-ка-ширим», оригинальный шир, пение, да, пою. Вот есть шир, а-лю-я, пою я, а-лю-я. Вот шир, наш Рим. В книге всех книг есть песни всех песней. А в этой песне всех песней есть стих всех стихов. В книге всех книг песни всех песней. А в песне песней есть стих всех стихов. Это песня любви. И прошлое, и настоящее будущее, всю Вселенную вообще. Потрясающее звучание этого имени. Так вот, во всех книгах Библии есть это имя, во всех еврейских писаниях, кроме двух книг Библии. Книга Магеллад Эстерн, книга Исфири, которая читается в эти дни, приготовляемся к Пуримуме. Сегодня мое слово будет такое предпуримное. И в этом году полнолуние этого месяца Адара выпадает на 1 марта, с 28 числа февраля. То есть уже скоро уже. Вот то чудо вспоминаемое, которое Бог совершил спасение народа своего, которому посвящена целая книга Библии. В этой книге, книге Исфири, Эстерн, нет написания имени Всевышнего Бога. Но там хотя бы гадательно есть это имя, хотя бы образно есть. Но в песне без книги не даже этого. Но это удивительная песня. Я не знаю, какие слова. Я не знаю, о чем поют птицы. У них тоже песни любви? Вот по весне мы, да? Катырают. Тоже про любовь песни. Там кошки балдеют, слушают. Может нам не нравится, кому-то не нравится, как они орут. Может кому-то нравится, они с ума сходят. Хотя знали, что много хотят, да? Много хотят. А птички, пташки маленькие, да? Но это птицы нам больше нравятся. Кому-то соловейка нравится, да, соловей. Кому-то, значит, канаревичка нравится, да? Ну, ворон, может, не все нравятся. Вот, что-то еще. Но каждая птица, да? Вот Бог создал всех тварей по паре. Вот, и, значит, каждая птица там по-своему своей, вот, как бы, да, воздубленный поет. Вот, и тем нравится. Кстати, в еврейской традиции очень хорошая традиция, слушайте. Очень хорошая. Есть разные, есть плохие традиции, есть хорошая традиция. Каждый шаббат, пятницу, вечер, каждый еврейский муж должен петь своей жене. Да, даже если голоса нету. Даже если слуха нет, даже если ведь ведь наступил на... Все равно, вот, по идее, он должен спеть. Пусть это будет там. Но это его песня. Своей супруге. Раз в неделю он должен похвалить ее обязательно. И не просто, это общими словами, там, ты самая такая, такая. А вот именно конкретно, за что я тебя хвалю в течение этой недели, он должен замечать, обычно для мужчин большая проблема, честно говоря, замечать то, что жена делает в течение недели, но в конце недели я хвалю, стараюсь вспоминать и фиксируюсь как-то, вот, чтобы конкретнее благодарить жену. И потом что-то пою. И не просто что-то пою, а то, что есть в притчах о добродетельной жене. Вот, хорошая песня вообще такая. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, вот, песни-песни, я считаю, что всякое творение, оно поет песню любви. Потрясающие песни любви. И не только своей воздубленной поют птицы, коты и все, что есть на земле, и даже человеки. Но в этом всем есть пение Богу самому, святому. Все дышащее восхваляет того, кто дает всему дыхание, жизнь, кем мы движемся, живем и существуем. Любовь с большой буквы, действительно. И воспевание Бога. И в этой песне песней, Ширгаширим, есть стих, который звучит, оригинально звучит так. Они ле-ду-ди, ве-ду-ди ли. Буквально переводчики с ангами перевели так. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. И вот это ле-ду-ди, ле-ду-ди, скорее можно перевести я в нем всецело, он всецело во мне. Мы одно целое. И вот те мудрецы, накануне пришествия Христа Иисуса, школа Шамая, школа Гилеля, они утвердили пред Израилю, что есть золотой стих всей Гиблии, всех еврейских писаний, которым открываются и Тора, и пророки, все писания. Этот стих я в моем возлюбленном. Я ему всецело принадлежу. А он принадлежит всецело мне. Он во мне, а я в нем. И это великое таинство. Иисус, певец любви, придя, он сказал, я в отце, отец во мне. И он сказал, что я и отец одно. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Боже Всевогущий, за Слово Твое, за жизнь, дыхание любви. Благодарю Тебя в этом собрании святых, сегодня собравшихся здесь, всех святых ангелов, так же незримо нам сейчас присутствующих здесь посланников Твоих, Всевышнего посланника. Боже, благодарю Тебя, восхваляю имя Твое Святое. И пусть сегодня наше сердце преисполнено любовью Твоею величайшую радость, величайшую песню этой любви возносят к Тебе. Аминь. И песня любви, песня песней, она... Ну, это отдельная тема, конечно. Многие учителя, многие проповедники проводят прекрасные семинары, я слышал разные воззрения на эту книгу. И это действительно низкая глубина, потрясающая. Но я хочу сегодня обратиться к Новому Завету, где эта песня любви, она так же имеет свое продолжение. И вот я хочу прочесть сегодня из послания к римлянам. Стих. Послание к римлянам, восьмая глава. Двадцать восьмой стих. Послание к римлянам апостола Павла. Двадцать восьмой стих. Их написано, притом, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Я думаю, тайна, величайшая тайна этой любви в том, что когда Бог поселяется в человеке, а человек в Боге, когда вот эта песня без ней уже из нас льется, не просто она на страницах Писания, не просто она на страницах Библии, в наших телефонах, гаджетах, не просто она даже в нашей памяти, а когда эта песня без ней, она льется из нашего сердца. К Богу. Любим Бога. А Бог любит нас. Познаем Бога. Бог познает нас. То, что проповедники называют, и еврейские, и христианские многие проповедники, как интимное отношение с Богом, рождается удивительное чудо. Бог обращает во благо все. Вы знаете, неверующие люди порой даже говорят, что все во благо, ко благу. Замечают, что Бог действительно, он, даже если они Бога не знают, как люди, все равно понимают, что есть какие-то высшие силы, или как еще сказать, но Бог так или иначе в жизни всего сущего старается все во благо обратить к лучшему. Но наибаче в жизни тех, кто поет эту песню в песне. Если ты любишь его и поешь эту песню, а он поет тебе эту песню, то действительно, я думаю, каждый верующий, каждый абсолютно, по-настоящему, если он не по-нарошку, а по-правдушному верующий, может, не знаю, ну, множество рассказать, свидетельств, когда действительно во благо Бог обращает все. Даже негативное, даже гонение, даже вражду, все что угодно вообще он во благо обращает. Вот мы в Западове проводили эту группу общения. Мне очень понравилось, и я там свидетельствовал тоже, как раз один из примеров многих тоже своей жизни, когда Бог во благо обращает и сверхъестественным образом вообще защищает человека. И в судьбах отдельных верующих, и в судьбах семей наших, в судьбах общин, целых народов. И вот книга «Эсфири», читаемая как раз в эти дни, в ожидании празднества, и вот уже у себя в Киеве я буду проводить всякий как раз семинар на эту тему, предкуривный семинар будет с чтением, значит, могила достать книги «Эсфири». Во время вот этого поста «Эсфири» будет 28 февраля. Кто имеет такую возможность, подключайтесь, будем читать эту книгу. Я буду на русском языке, отец Алексей, прошу, будет и украинскую новую. Будем читать как раз эту книгу «Эсфири» и распространять над стихами этой книги. Удивительная книга, рассказывающая в Библии, много удивительного, конечно, но вот здесь особенно удивительно то, что Бог во благо обратил даже для целого народа ситуацию, которая была против него. тогдашний злодей, Аман, его звали, я не знаю, как с чем его сравнить, ну, как Гитлер, Сталин, не знаю, кто еще там, ну, раз, тиран, тиран, который хотел украсть, убить и погубить, который хотел уничтожить Израиль. И уже план уже разработал, план такой, страшный план. О нем написано в Библии, об этом плане. Он сидел и бросал жребий. Принвесом своих богов он ожидал, он знал, что нужно назначить время такое, че, как бы, да, или какое, время, когда надо будет украсть, убить и погубить, и весь Израиль истребить. И бросали жребий. И выпало как раз вот на этот месяц, ну, луновый, я имею в виду календаря, если считать от Ниссана, от того месяца, когда Бог выбил нас из Египта, да, описанного в Библии, если от Ниссана, то этот месяц, он завершающий, он 12 месяц в году получается. И на этот месяц выпало как раз украсть, убить и погубить. Потом бросали на дни. В какой же день этого месяца вот этот фолокост устроить? Аману. Выпало на полнолуние этого месяца. И все было готово. Представьте, печати царские, императорские, все было проштамповано, пропечатано, прописано. В городах было объявлено, зачитано, указано, что все это время, по сути, конечное для Израиля. Больше Израиля не будет вообще. Больше еврейского народа не будет. Если, допустим, у Гитлера, его, во время Второй мировой войны, его радикальное самое решение еврейского вопроса было во многом, как бы, как он полагал, исполнимо, но он понимал, что до конца оно не может быть исполнимо тогда, потому что евреи рассеяны по всему лесу земли. И за океаном живет в Америке, и тогда жило немало евреев, множество. Он понимал. Но он решил европейское еврейство искоренить, украсть, убить и погубить, так же, как и Аммана. То для Аммана того, которого описывается, который описан в Библии, в книге и Сфирия, был вот этот Холокост более осуществим, потому что фактически все евреи проживали так или иначе на территории подведомственной как раз этой империи. Или же в самой империи. То есть, получается, все могло бы быть весьма трагично. Страшно. Представьте, было оглашено по всем городам, на всех наличиях, что всех евреев истребить, украсть, убить и погубить. Страшное время. Ну вот, как говорят, ягд при Бога, да, так до Бога. И вот, получилось так, что вот эта трагедия, она послужила толчком направлением таким к Богу. Люди стали каяться, обращаться к Богу Авраама, Исаака, Якова, Богу Патриарха, ожидая милости. На кого еще было уповать? От кого еще было ждать помощи? Нет. Идти против огромнейшей империи бесполезно. Гибрый дел, немыслимо. Одним рощерком пера весь народ истребить. И это было ужасным приговором. Библия описывает, что люди каялись, брали пост. Конечно, мы читаем о Божьем плане. Знаете ли, у Бога, как у великого гроссмейстера в шахматах. У него не только все когда записаны, продуманы, он наперед, знаете ли, так мыслит, что с ним шахматы бесполезны. Он продумывает все настолько наперед, ведь он заслал нашего человека. И никуда бы то ни было, не просто там где-то, знаете ли, в бухгалтерию императора, а прямо в постель. Не просто куда-то еще, а прямо первые леди всей империи она была наш человек. Да. И просто красавица. Она победила в первом конкурсе красоты, вообще описанном вообще в Библии. Да. Так получилось, что у него была другая жена у императора, но та была такая, ну, не в обиду сказанная, такая, Русалам, или... Она была непослушная такая. Одним словом, она императора не слушалась. она говорила, что если у меня руки так, то все будет твоя кепка. Вот. Но с этой леди император расстался. Он понял, что лучше одному даже побыть, чем вот с такой леди. Но потом ему скучно стало, и он, значит, стал искать, значит, себе, ну, одним словом, и кот поет, ищет свою кошечку, и птичка поет, ищет свою. Вот император тоже, ну, кто же будет достойный вот моей, вот, возлюбленной. Ну, и на его призыв, как бы, объявили конкурс красоты, собрали самых красивых девушек, вот, и в том числе попала туда и Гадаса, ее настоящее имя, эсфиль, она же Гадаса. Вот. И, знаете, там штифлиц отдыхает. Она попала в ставку туда, вот, в лобово врага. И она была умной девочкой. Ее, в общем-то, Мордыхай научил, в общем-то, ты не рассказывай, знаешь, вот, что ты еврейка, в общем-то. Молчи себе помалкивай. Да, насчет, вот, как бы. И, в общем-то, даже другое имя она взяла. Конспиративное. Ее имя конспиративное было при том такое, ну, знаете ли, вот, как допустим, в Украине назваться Галей, допустим, да? Ну, как бы, то есть, имя самый популярный в то время эсфири, ну, чуть не полэтыри были эсфири, эсфири. потому что это в честь Ашеры, Аштаров, Астарты, вот, богини вот этой, языческой. То есть, как бы, взяла имя той богини и, знаете ли, их только заподозлил, что она еврейка вообще. Ну, ладно. Она была умной девочкой. и когда даже было приготовление вот к этому конкурсу красоты, их целый год готовили. Она вела себя очень правильно. Вот, другие там, знаете ли, вели себя не так скромно. Она была скромной девушкой. И умной девушкой. Не просила многого. Вот, знаете ли, она готовилась, ну, к рыбке. Она готовилась к самому важному. Знаете ли, как спортсмены, допустим, да? Некоторые бегут вот на старт, два, они марш, все. Бегут. Некоторые бегут марафон, допустим, и вот первые километры, они лидирующие. Но умный спортсмен, он не врывается в первой четверти или первой трети марафонского бега. Он бежит себе где-то в серединке или даже в конце, но как бы он знает свой ритм, он знает, что сейчас те товарищи, что сейчас вырвались вперед, они вот в первую треть лидируют, но, как правило, во второй-третий или уж точно в третий-третий они точно выдохнутся. Кто-то даже сойдет с дистанции. Ну, пусть они сейчас покрасуются перед камерами, знаете ли, пусть они сейчас будут как бы на ведру, там, значит, они будут говорить по телевизору, но цыплят по осени, считают. Вот, и умный спортсмен, он выжидает момент. И во второй-треть он уже где-то ближе к лидерам, вот, уже за ними, как бы их ритм поддерживает, вот, и держит. Но в третий-третий он уже, как огурчик, когда те уже товарищи выдыхаются уже, язык на плечо, он уже, и вот, Исфирь, она правильно, она слушалась своего тренера. Ее тренер был очень мудрым человеком, тот самый Мардахай, тот самый Мардахей. Вот, и он был очень хорошим евреем, правильным сердцем. Правда, как бы, из-за него все и началось, как бы, да, он был слишком правильным евреем, вот, может быть, но началось все из-за него, в общем-то. Вот, он был таким евреем, который, знаете ли, действительно не гнулся, не прогибался под измерительный мир. Вот, он ждал, пока этот мир прогнется под нас. Да, и поначалу все было весьма очень плачевно из-за него, казалось бы, да, но потом, как раз, он был на высоте. То есть, ну, это своя история, вообще не буду все рассказывать, сами прочтете, кто не читал. Кто читал, еще раз, перечитайте в это время этот месяц как раз этой книги, этого чуда. И даже есть такая еврейская поговорка, по-русски она звучит примерно так, что начинается адар, то есть, этот месяц умножается радость. Пусть в вашей жизни, ваших судьбах, в судьбе каждого верующего будет этот пуринный переворот, божьих судьбе, божьих судьбе, В финансовой сфере, допустим, да, вот Павел, он очень хорошо учится в финансовой сфере, вот всегда, значит, у него есть и здания свои, значит, там, и уже наработки. Вот, будь это в семейной сфере, будь это в сфере здоровья, потому что Аман, это образ дьявола вообще, и беса, да, который бросает о нас жереби, всегда украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Его жереби. Но план Бога, знаете ли, жизнь и жизнь с избытком. Жизнь и жизнь с избытком во всех сферах. Аминь. В этом есть спасение наше. Дамы и господа, братья и сестры, Эсфири действительно великая женщина. Да, она стала первой леди, да, она была наверху, да, она была возле царя, но она по-прежнему осталась очень скромной и мудрой девушкой еврейской. Она действительно сохранила это целомудренно. Деньги и власть не скружили ей голову. Редкая душа выдерживает такое испытание. В этом ее величайший действительно величайший полет. И будучи первой леди, она по-прежнему была внимательна, послушна своему наставнику, и она действительно, она вступила из-за Израиля. Когда было нужно, в самый такой момент, она открыла все карты. На том последнем банкете, да, Перу, когда все разыгралось, знаете, как, в каком-то сериале, это была кульминационная сцена вообще всей этой драмы и с одной стороны, но с другой стороны, и величайшей победы. Она открыла все карты. Она сказала с нами, что она еврейка. И она сказала, что если хочешь погубить, меня первой убить. Всех нас убить. и она сказала, что тот враг, который украсть, убить и погубить решил, этот злобный Аман. Царь, он, конечно, был переволнован, он был взволнован. И последняя сцена, когда этот негодяй, он понял, что дело жаритом за папу. Он стал просто умолять Исфирь. Ну Исфирь изобразила панику. Она была очень мудрой женщиной. И когда царь зашел, ты еще домогаешься моей жены. Короче, это было последний капот. Может, она где-то и переиграла, но она переиграла ради блага. Знаете, не ради себя, не ради аплодисментов. Нет, она переиграла ради спасения. Царя надо было просто убедить. не то, что у Амана было в сердце, она просто это выявила. Вот так вот. И своими чарами женскими. И после того, конечно, и Аман, и все его дети, которые также были опросками как раз этой отрасли страшной, которые готовили украсть, убить и погубить, они были все уничтожены. Но была еще злоба Амана. То есть, бывает, что саму залозу убрали, но нарым еще остается, еще болит. И сама рана еще болит. И вот это злоба, Аман уже не было, его удалили уже, но и его сыновей. Казалось бы, все уже, живи да радуйся, да нет. Еще вот это злоба, она еще есть в этом мире. И указ нельзя было отменить. Враги, сотоварищи, все эти подельники Амановы, по городам, поселам, они насчетчили, они готовились к этому времени, оглашенному указом. И вот, слава Богу, новый указ, который перекрывал тот указ. Новый указ, позволяющий, разрешающий евреям взяться за оружие, защитить свою жизнь, свои семьи, свои дома. А то у них не было права вообще на защиту. Они были по сути на уровне рабов, просто обреченных на заклание. Все. И здесь указ царский, можно браться за оружие и вступиться за свою жизнь. Евреи взяли за оружие. И вместо овец, обреченных на заклание, они стали львами, защищающими свои дома, своих жен, детей. И поразили противника. И мы читаем, что вместо уничтожения Израиля была величайшая победа Израиля. И потом радость наступила. Это было все в полнолуние как раз месяца вот этого месяца Адара. И в этом году вот эта победа вспоминается 1 марта и 2 марта получается. 1 марта это как раз когда мы победили вообще в целом. А 2 марта это как раз в Шушанхури, в Шушанах, в Сузах сама победа, которая потом продолжилась второй день. И знаете, вспоминая вот те дни, много лет прошло, много поколений прошло. Это было ведь за Бога рождение Мессии. Но до сих пор мы Бога благодарим за величайшее чудо. Почему? Потому что знаем, что Бог наш Он и сегодня тот же. К примеру, сегодня и о нас метает жребий враг, чтобы украсть, убить и погубить. О наших семьях, наших домах, о наших странах, народах, об Украине тоже метается жребий врага. И вы думаете враг стал менее лютой? Нет. Так же украсть, убить и погубить. Но если мы взываем к небесам, если мы действительно любим Бога и песни песней из нашего сердца кофемиам поднимаются, то Бог даже самую страшную надвигающуюся бурю Он во благо нам обращает. Если мы действительно смыряемся пред Богом, любим Его эту песню песней поем, Бог обращает все во благо. даже самую страшную традицию, даже войну, все-все-все. Он защита наша, не только любимая. Он жизнь наша. И каждый верующий в своей жизни испытывает большой или малый пурим. В еврейской традиции это называется катан пурим. Катан пурим это то, что Бог совершает сейчас как пуримный переворот в наших судьбах. Как пуримный переворот в судьбе каждого человека. К примеру, вот из истории своей жизни расскажу пример. когда служил я в армии, ну понятно еще в Советской Армии, вот я часто вовремя свидетельствовал об этом, то служил, ну как положено, когда было два года, и вот первых полтора года у меня служба была очень хорошая. Ну скажу так, большое благословение было в моей жизни. Хотя много было и трудностей, но первых полтора года было замечательно тем, что мой командир родный, я сейчас понимаю это, что он был не только тайный верующий, ну не только тайный верующий, но как бы по крайней мере он где-то как-то Бога боялся, уважал. Понимаете ли? Хотя коммунист, понятно дело, офицер, но он очень относился вот так вот как-то по-особенному. Я это мало обращал тогда как молодой человек, но сейчас, спустя годы уже, да, я понимаю, что это было так. Потому что фактически каждые выходные и вот в воскресенье был в церкви. все полтора года первой службы я фактически каждое воскресенье был в церкви. Ну, иногда правдами, иногда так полуправдами, да, но был в церкви. вот, значит, в субботу вечером на все, что читал, пел на клиросе, и потом уже на литургии был, значит, и я приходил туда в храм, значит, при храме, переодевался, значит, и читал, пел на клиросе, священник благоставлял меня. Это были пришел мой Оман тогдашний, новый родный командир. Совсем другой. Тоже офицер, коммунист, но совсем другой был. Он был из таких плотных офицеров, значит, его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник. Он был старшим лейтенантом, отец был такой. Его тесть приезжал к нам, он был прокурором в Московской области старшим партнером. То есть как-нибудь такие известные люди в Советском Союзе тогдашнем. И знаете ли, конечно, это еще ничего не значит. Беда была в том, что он был настроен агрессивно против Бога. Даже не против меня, вообще против Бога. Вот. И мне потом у меня были свои уши в штабе полка. Да. Ну, давайте своя почта. И были друзья, которые постоянно обработали и мне много что рассказывали. Да. Там Цаирус Масадом отдыхает вообще. Вот. И так вот, и там ребята со штаба потом мне рассказывали, когда начальник штаба значит, встречал этого нового ротного в штабе полка, значит, ему там была беседа, и, значит, полковник сказал этому старшему лейтенанту, что рота, которую тебе дают как бы на образцовый полк, считалось, что у нас рота, но там есть одна паршиков царь, которая все стала подать. С точки зрения начальника штаба, это был ваш покорный слуга, Сергей Журавлев. А почему Журавлев? Значит, да вот, не потому, что в самоболке не было у меня самоболок. Если даже полуправленно я уходил, то это было сведомо офицеров, значит, взводов, по крайней мере. Вот, и с их одобрения. Вот, и знаете ли, почему, в чем дело? Еще перед армией, там, в военкомате, значит, кто-то меня забраковал, оказывается, написал, верующий. Вот, и это как лимон было в моей жизни, поэтому, как бы, меня изначально, как бы, с призывного пункта уже, как бы, вначале, как-то на постоянку, блокное место хотели направлять, но, как верующего, не давали никакую постоянку, значит, и, в общем-то, я говорю, что было все хорошо, было много трудного, но, когда ты с Богом, и Бог в тебе, и когда есть возможность, мол, офицер давал, офицер давал возможность быть в церкви, то для меня это было, ну, все, больше, чем достаточно. И вот, и тот офицер, новый, он, придя в расположение рода, начал знакомство ни со взводными, ни с прапорщиками, ни с сержантами, а со мной. Прямо, вот, тумбочки, закричал, Журавлев ко мне, все аж пригнулись, меня. Я к нему, ну, все, как положено, подошел, значит, он меня оценил, так, взглядом, и я понял, знаете, как удав на кролика, я понял, моя служба начнется очень сложной сейчас. И точно, сразу на голову пахту попал я, и последние полгода моей службы они были в основном на голову партии. Или же в самых сложных нарядах, там, насчет там, и на полигоне, в самых грязных и опасных местах. Но Бог сохранял мою жизнь на полигоне, Бог сохранял мою жизнь много раз тогда, хотя я пару раз приходил в расположение роты, никто не верил, что они вернут в живых с полигона, но там много рассказывать надо чего. Но скажу, чтобы Бог сохранял. И от этого он еще больше злился. И послали в карцер чаще всего. Иногда там в общую камеру, значит, или в обычную камеру, но как бы чаще всего в карцер. Вот. И там держали. И знаете, часто сажали, просто у меня был крестик, еще я не прятал его, но и когда так вот находился, обнаружился, вот товарищ вот снять крестик, говорю, не могу, сразу в сутки двое, пройсток ареста сразу. Но понятно мне было и ему тоже, и всем там, что дело не в крестике. Дело не в том, что там, вот, значит, дело было в самом Боге, понимаете ли? Сейчас я уже постарше стал, может, я думаю, может, зря я как бы так не снимал. Хотя с другой стороны думаю, все-таки правильно, что не снимал. Порой сомневаюсь сам, я думаю, правильно ли я делал все тогда, но Бог видел мое сердце, что я не снимал потому что там, ради, вот, нарожен лезть. А вот, для меня это было, ну, как бы, моей веры. Знаете, вот, вот, и шел туда, значит, на голову плахну в карцер. Вот, и последний раз, когда я видел его живых, этого офицера, потому что, да, он уболился ногами вперед из армии, вот, Бог свидетель, я не желал ему смерти. Вот, да, как бы, вот, ну, так получилось. Знаете, вот, вот, он мне пообещал, ну, в диспат отправить, вот, значит, и посадили меня снова туда, на голову плахну, в карцер, вот, и держали там полтора месяца в карцере. Вот, те, кто знает, обычно сутки, двое, трое, максимум было недели в карцере. Это было, это было настолько сложно. Представьте, неделю не спать, не есть, на полоте, быть, значит, в одном ХБ, значит, и это просто грузовой лифт, такой полумрак, цементный, который застрял на, там, какое-то время. Вот, и, но здесь в последний раз, когда меня там держали, было объявлено, по-моему, трое суток, по-моему, в очередной раз, но каждый раз добавляли. Когда время приходило уже, как бы, ну, освободить меня, то добавляли еще сутки, двое, трое, там, и натекло, набежало в общей сложности полтора месяца. Вот, знаете, это страшно, не объясните так, просто, когда находишься там, я не говорю, что это самый страшный ужас, но, я, честно говоря, до того, ничего в жизни ужаснее, не переживал вообще, в своей жизни. вот, тем более, там, знаете, у нас был очень жесткий картер, у нас были, там, ребята некоторые, с Кантемиру, с Костоманской дивизии приезжали, вот, и то, что он, я служил на курсах выстрелов, но это не секрет информация, абсолютно, сейчас это уже, вот, открыли информация, вот, тогда курсы выстрелов, это имени генерала Шапошникова, это, как бы, курсы, по сути подготовки, переподготовки высшего командного состава Советской Армии, вот, конечно, это школа терроризма была, современными языком, если объяснить, это была школа терроризма, вот, значит, готовились, по сути, солдаты, которые, и офицеры, которые воевали в тех странах, где официально, ну, как сейчас говорят, их там нет, вот, 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 это было тогда, вот, и это было страшным учебным заведением, вот, как бы, но там был отдельный иранский, был батальон, значит, офицерский батальон иранский, со своей полой, кстати, да, советского рима с 50-х годов, так интересно было, вот, кубинский был, кубинская рота была у нас, вообще-то, вьетнамский батальон был тоже, офицерский, вот, значит, и в основном арбейский, в основном, ну, в Кабе и другие были, некоторые, вот, подразделения, в основном, в основном, вот, терроризм в городах, и, значит, травить колодцы, там, и прочее, прочее, то есть, короче, ведение, такой, партизанский, такой, подрывной войны, вот, страшное заведение, по сути, я немного соприкоснулся с тем миром, о котором, не говорили о программах службы Советскому Союзу, понимаете ли, но, честно говоря, было страшно, вот, во многом тогда, но, дамы и господа, братья и сестры, Бог обратил во благо даже эту ситуацию в моей жизни, и, значит, так получилось, что этот офицер, значит, ну, делал адом, значит, мою жизнь там, вот, когда туда поступаешь, то, ну, процедура, во-первых, ну, по сути, тебя избивали, то есть печень, бочка, тебя отбивали, значит, хардлокровью, вот, потом, чаще всего, когда закрывали, там все было в хлоре, это жуть, знаете, значит, полумраке, на холоде дышать этим хлором, это было страшно вообще, вот, ребятам делали еще страшнее, конечно, там, я посмотрел, там было очень жестко, значит, допустим, два-три ведра воды наливали, а потом с собой хлорки бросали, и там человека закрывали, это почти геометично, то есть это сразу сопли, слезы, все, голова пашка вот такая, и человек очень быстро сознание теряет, и вот такие методы бутык были у нас, вот, и очень быстро ломали у нас, ребят, очень разно сломали ребят, и я не спрашиваю такой сильный, чисто по-человечески, я бы сломался очень быстро там, вот, если бы не Бог, Бог сохранял жизнь мою, много раз, вот, и, и там, полтора месяца, представьте, тем более, после аквариума, это так называемого, когда вот, флором, пытка была, вот, кого-то там, не знаю, до меня, вот, это было тоже пыткой определенной дышать хвором, вот это все, страшно очень, вот, и в этом полумраке, и в этом холоде, полтора месяца ничего не есть, фактически, вот, но это полбеды, самое страшное, почти ничего не пить, воды, полкружки наливали в сутки, такой, знаете, жижи, которую баки моют, в нормальных условиях, нормальный человек остошит с этой жижи, с этой воды, вот, но в тех условиях даже это было заблаго, как бы, лизал язык к бетону, к этому, к стене, чтобы немного хотя бы на языке было баки, вот этой, значит, ну, в общем-то, вот такие условия, вот, и много другого всего, что просто не расскажешь, знаете, вот, страшно, и, в общем-то, оттуда меня должны были в дисбат, вот, как офицер говорил, минимум на полтора года, вот, а потом, когда наша рота в караул заступила, ну, каждый вечер новая рота заступает в караул, вот, и, в общем-то, ты видишь хотя бы свет в коридоре, там, и к тебе заходит, кто-то, там, офицер заходит, в частности, должен ему доклад, 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 докладить, ну, официально у нас не было карцера, официально, это, как бы, был беспредел офицерский, на местах уже, вот, значит, и, знаете ли, когда наша рота в караул заступила, то, как раз, писарь нашей роты, должен быть товарищ, значит, там, с Алматы, он, значит, сказал, что, вот, ротный этот, передал, такую тебе информацию, дословно, процитировал его слова, вот, что живым, я оттуда не вернусь, то есть в дисбат, куда меня должны отправить, его родной дядя там начальник, вот, и напугали меня еще тем, а я, может быть, что, сам совсем еще, представьте, 20 лет еще, что я соображаю еще, ну, вот, значит, напугали еще тем, что, насчет, что там они уже дембельный камень переоделали, ребята, ну, кого-то избивали, вешали, и на самоубийство списывали, если сами списывали, с полевона, допустим, очень легко людей, там, до 3%, по-моему, можно было списывать личного состава, без, как бы, личных, без лишних волокин, ну, полтора-три процента, по-моему, если, насколько я помню, вот, то, значит, с дисбата можно было списать вообще любого человека, абсолютно, безболезненно, без отчетов, абсолютно никаких, то есть я был полный беспредел, вот, значит, и, это Московская область, и там ломали очень серьезно людей, и, насколько я слышал о том дисбате, вот, значит, и родной дядя этого офицера был там начальником этого дисбата, вот, и обещали дебильный камень вперед сделать, вот, и, знаете, не буду много рассказывать дальше, скажу, ну, как бы, хэпээ, что закончилось, все хорошо закончилось, я вот перед вами стою, живой, здоровый, слава богу, тот офицер, что хотел мне дебильный камень вперед сделать, он уволился из армии в грабун, при том, настолько глупый смех была, что даже в это не верили люди, вообще, он был чемпионом, и, у него там много выбило по плаванию, он утонул в луже буквально, там, ну, лягушачий пионерский пляж, то есть, это вообще, вы понимаете, ну, как бы, это настолько было невероятно, что даже среди офицеров ходила такая молва, что мы его не помогли утонуть, потому что он, ну, не мог он там утонуть просто-напросто, вот, и, когда тело нашли его, то просто были в виду умении люди, я разговаривал просто с бывшим особистом этого полка, значит, старшим прапорщиком, он уволился из армии, в 90-м или каком году он уволился, в 91-м году, и 92-м, мы с ним общались, мы с ним встречались, он был уже диаконом тогда в православной церкви, в Москве служил, и Московская область, в Солнечногорске, там как раз, где выстрелы, вот, а я уже был священником, в 91-м году как раз менял положение в священнике, уже в конце 91-го года, и мы с ним встречались, общались, так, первого случайно, так, просто в электричке, я нарезаю, значит, и напротив меня сел человек с бородой, ну, он особист, сразу память хорошая, я смотрю, о, Широглев, сели уже? Да, я бы теперь отец диакон, короче, да, вот это, да, товарищ прапорщик старкой, метаморфозы, вот, и он рассказал мне некоторые истории, которые я не знал, просто, поднагодную той кухне, потому что, значит, это противостояние, многие офицеры, а там в полку, большая часть офицеров, я остановил новыми заветами, они знали, об Иисусе Христе, из моих уст, оформляя даже ленинскую комнату, я рассказывал об Иисусе, перекрашивая лысого, я говорил об Иисусе Христе, значит, там, значит, и, и, знаете, ну, настолько интересно было, не, ну, конечно, все по-разному спрашивали, но многие спрашивали действительно искренне, у нас там был один майор, Бардадым фамилия такая, интересная такая фамилия, вот, и он все время спрашивал о суде, ему интересно было о суде, о страшном суде вообще, вот, о пришествии Христа, ему рассказывал, вот так и так, и потом он мне как-то говорит, значит, ну, что будет, Журавлев, вот, реально, все то, что рассказывает, что Иисус придет, и будет суд, я говорю, да, я говорю, товарищ майор, правда, эх, черный, у меня большие проблемы, говорит, я надеюсь, что товарищ майор покаялся, но я больше не увидел с того времени, как и других офицеров, но, знаете, скажу, что многие из них, хотя были в скруппе коммунизма, но сердцевина-то живая, внутри, все равно, знаете ли, человек, он ищет Бога, он ждет Бога, это, это ощущалось очень четко, тогда Библии на самом деле очень трудно, вот, и я через смещение к этому отца, он доставал эти новые заветы для этих офицеров, вот, и, знаете, что произошло дальше, в том карцере, как я выжил вообще, мои силы были на исходе, и через месяц я уже был вообще как выжитый мой, вот, честно говоря, мои уже, наподобие Клаус-Трахове было уже что-то такое, сутки отмечал еще, когда родом новое засыпало в караул, вот, и, знаете ли, ну, никаких сил уже не было, честно говоря, месяц не спать, не есть, и почти не пить, и в этом хлоре, в этом холоде, в этом, и в полумраке, раз только в сутки видишь этот коридор, и, значит, это тебе кто-то заходит, вот, жуткая вещь, и там два шага сюда, три с половиной, там, четыре шага туда, и все, и вот, и вот, и никакой мебели, понятно дело, это просто цементный мешок, вот, значит, на тебя только одно холодное, все, при том, почти нулевая температура, то есть, это, ты промерз, как вот этот мороженый, хер какой-то, не знаю, ну, внутри у тебя холод просто, реально холод, все, согреваешь, когда-нибудь, когда-нибудь, отжимаешься чуть-чуть, и поприседаешь, чтобы-то немного кровь разыграло, чтобы, а то прям смертельно холодно, вот, выжить очень сложно в таких условиях, почти невозможно было, вот, но через месяц я был настолько вышел уже, что был готов на всякую глупость уже, я даже уже думаю, ну, что угодно признаю, подпишу, лишь бы меня, даже в дисбат, но лишь бы, хотя бы сменить эту обстановку, ужасную эту, вот, и хотелось спать, хотелось пить, очень, и знаете, что произошло в тот момент, перед армией я читал, некоторые жития святых, рассказы о святых, ну, у отца Иоанна, у моего тогда священника, духовного отца, которому он ходил тогда, вот, перед армией, на приход, вот, в храм, я вообще художник по своей специальности, и поначалу приходил больше в храм, как художник, и помогал священнику, как художник, а потом иногда и читал, кое-что там, пел, подпевал в храме, и он, этот отец Иоанн, давал мне, значит, книги почитать некоторые, литературу, тогда вообще, религиозная литература была очень редкостью большой, вот, и он давал мне жития святых, и вот, я вспомнил, в самом собой вспомнилось, житие этого, Георгия Павленосец, вот, мы сейчас проезжали сегодня, в собор Юра Святого, да, вот как раз Юрий, Святой Георгий Павленосец, вот, и, я читал историю этого офицера, молодой генерала, римский офицер, который, уверовал во Христа, и после очередного, там, какого-то там, ну, кампании, очередной какой-то, военной, возвращались они в столицу, и легионы, эти римские, возвращались с победой очередной, и должны были быть, жертвоприношения богам, и в них, офицерский состав, весь личный состав, в обязательном порядке должен принимать участие, там не спрашивали, хочешь, не хочешь, это обязанность была, при том, почетно считалось обязанностью, так вот, этих легионов, и, представьте себе, и вдруг этот офицер, этот Георгий, он отказывается, и императору передают отказ, этого молодого генерала, отказ принимать участие, в этих жертвоприношениях, и самое интересное, он состался не на глазу, и боль, а что-то еще, мог бы это слукавить, может быть, но он не слукавил, он сказал прямо, почему он отказался, я как христианин, я не хочу приносить весом жертвы, это было настолько, знаете, как гром среди ясного неба, и вместо почета, он предпочел, принять позор, с него сняли воинский поезд, ну как погоны тогда, вот сейчас погоны снимают, с него сняли, одним словом, погоны, все рекалии, разжаловали от всех орденов, от всех его званий, как простого заключенного, посадили в темницу, его, над ним издевались, его избивали, вот, заставляли отречься, от его суеверия, как считали римляне, вот, и один раз его избили так, написано там, в его рассказе, о житии его, что избили так, что римские эти палачи, считали, что он до утра не доживет, но если доживет до утра, то его ждала утром смертная казнь, вот как бы, значит, и все, но самое интересное, когда утром, вот эти легионеры, когда открыли каземат, то Георгий вышел, живой, здоровый, целый, невредимый, и он рассказал о Христе, что Христос, Иисус явился ему туда, в этот каземат, и исцелил его полностью, и вот, вот настолько, вот это свидетельство, да, вот этой любви Божьей, песни любви, совершенной любовью, она изгоняет всякий страх, песни любви, изгоняет всякий страх, и все это же, друзья, и настолько эта любовь совершенная, в этом свидетельстве, в этом чуде, она коснулась вот этих легионеров, этих палачей, что, которые могли лишь калечить людей и убивать, но он настолько и коснулась, что они исповедовали Иисуса Христа, Спасителем, они кричали, великий Бог христианский, хотя знали, что их подоложки не понравились за это, их казнили за это, они понимали, чем это грозит им вообще, вот, и вот этот рассказ, вот этот эпизод, он вдруг мне так вспомнился тогда, когда мне было очень тяжело, там, занимать это, в карте, и я вспомнил, и, знаете, у меня такая была молитва, я встал, и, вот, я приседал как раз, значит, и было очень тяжело, ну, даже садился даже на цемент уже, настолько было оставлено уже просто, а здесь я встал, значит, и я помню, что вот, примерно так я сказал ему, я сказал, что Христос говорил, я же христианин, кому мне еще обращаться, вот, я, как мог, я своими словами, так вот обратился к нему, и попросил помощи, я не надеялся на какую-то, не верил в такую, может, там, большую помощь, но мне нужно было просто, ну, поддержку, какая-то силу, потому что в моих сил уже все, никаких не стало абсолютно, и вот в этот момент было чудо, знаете, поначалу мысль такая была шальная, думаю, наверное, с ума сошел, и я видел видение, знаете ли, а еще как назло, накануне как раз офицеры заходили, когда, ну, два-три дня, может, до того, значит, и меня видели, там, и говорят, о, жарко, что у тебя здесь, постоянно, что ли, значит, ты еще парень того, с ума не сошел, как бы, вот, вот, и, значит, да, и как Пушкин писал, там, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше после с ума, говорит, вот, и, я думаю, как бы, наверное, вот оно началось, потому что, представьте, я месяц, к тому времени уже месяц, не видел яркого света, кроме как, вот, раз в сутки, там, в коридоре, видел, ну, освещенный коридор, и представьте, а здесь, вместо стены, вижу яркий свет, я не псих, чтобы видеть, вот такой, но, вот, я реально, видел такой, что, стены, как будто бы, не было уже, вместо нее яркий свет, и самое интересное, вот, если я с полумрака, допустим, да, вдруг яркий свет, это же тебя слепит, зайчики, какие-то потом, бегают глазами, но самое интересное, это меня не слепило, то есть, я не напрягался, я не жмурился, я не закрывался, насчет, во-первых, не слепило, во-вторых, этот свет, он проходил насквозь, меня, как художника, это очень сильно поразило вообще, потому что я вообще, особенно, вот, в училище, когда учился художественным, я очень любил игру свет и тени, полутени, полутана, я очень любил, вот, особенно если графики, да, вот именно, как раз это, игру свет и тени, облака, допустим, это потрясающая, ну, такая моя была любовь к этому, и представьте, а здесь, насколько я был поражен, этот свет, он проходил насквозь, он не оставлял полутанов, теней, не оставлял, и он был теплым, я имею в виду, не просто теплым снаружи, а теплым внутри, вообще, то есть он меня согрел, представьте, месяц я был на холоде, ну, по сути, при нулевой, по сути, температуре, то есть это выжить, почти невозможно было, но я выжил, но было уже все, уже на последних уже, из дыхания, как говорится, а здесь свет меня согрел, как сейчас, вот микроволновку мы знаем, да, изнутри меня согрел, не просто снаружи я чуть потеплел, знаете, а кости холодные, а я изнутри, я согрелся, мне было тепло, настолько тепло, что я не остывал, кстати, когда видение закончилось, я еще две недели там находился, и я не остывал, я не остывал, даже когда уходил оттуда, я не увольнялся из армии, а освобождался из армии, вот получается, ну, фактически, прямо с карцером, ну, как бы я пришел, потом в роту, там, помылся, я пришел здесь, бородатый, заросший, грязный, представьте, целые полтора месяца, сижу там, значит, грязный, полуроты, я вообще не знаю, кто такие вообще, молодые ребята, значит, я как из окружения вышел, партизан какой-то, такой бандеровец такой, вышел, с краевки, мозг олеене, тихо жены, тихо жены, тихо жены, вот, значит, и это, так интересно, вот, и, там, на думочке, кто-то дедушка, вот последний, с макиканом вообще, весь мой призыв, уже по домам, уже, а я сижу здесь, вот, привел себя в порядок, хотя бы, покушал в столовой, обычно, кстати, я пришел в столовую, потом покушал, у меня не было никакого унизатора, никаких ощущений плохих, знаете ли, представьте, полтора месяца не есть, да, почти ничего, вот, а здесь поел, я нормально, так себе, кто знает, армия, батон, так вот порезал, так, чик, маслице положил, сахар, пум, чай, любил такой Биг Мак, вот, и самое интересное, никакого унизатора, ничего, никаких болевых ощущений, абсолютно, как будто нормально, как будто все хорошо, вообще, вот это, да, вот, только этот свет меня согрел, и он меня укрепил, как-то, вот, и, он меня накормил, напоил, как бы, я не знаю, как назвать, вот этих две недели, что я был там, после того, я не хотел пить, не хотел кушать, не потому, что я привык, не как в том анекдоте, когда мужики встречаются, два мужика в себе, и он говорит, как твоя кобыла, так вот, только привык, не жрабше жить, и сдохла, говорит, вот, плохая привычка, как говорится, не жрабше жить, вот, знаете ли, ну, вот, а здесь не просто привык, ну, когда попадет, постишься, да, если не один день, да, многодневный, да, то есть, у кого опыта есть, большие, в этих постах многодневных, то уже первый день переболеешь, второй еще там еще поднываясь где-то, вот, а потом уже, как бы, нормально жить, но это привычка опасная, конечно, вот, значит, нужно было, я считаю, ну, как бы, не знаю, вообще, некоторые говорят, что нет, кто знает вообще, вот, но, знаете, друзья, я, значит, скажу, этот свет меня согрел, и он был не в моей, просто психике где-то, это не было галлюцинацией, это было именно ведением, понимаете, я не хотел спать, после того, ведение, я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 2 недели подряд, я был в такой атмосфере, знаете, я улыбался, и, ну, то есть, я всегда улыбался, когда меня освобождали от людей, у меня вот эти мышцы болели даже, знаете, как мой клеток, я улыбался, как дурак, наверное, не знаю, со стороны, но никого не было, слава богу, со стороны, как один там, вот, и я просто улыбался, но я понимал, что учреждение серьезное, как бы, что раз в сутки ко мне заходят серьезные люди, офицеры, значит, мне нужно было доклад сделать серьезным лицом, я поэтому старался сделать серьезное лицо, изобразить, раз в сутки, когда открывались там, там уже, камера там, я понимал, что сейчас ко мне уже зайдут, вот, возле меня уже, я напрягался, пытался изобразить серьезное лицо, с ноткой драгизма, но, видимо, как я тут говорю, кто там, не верил, вот, и еще, я себя, во-первых, я, пока ко мне заходил офицер, я еще пытался серьезно сделать доклад, подложить, вот, а во-вторых, я пытался себя сдержать, знаете почему, и мне хотелось обнять, так сильно обнять, что он почувствовал то, что я чувствую, прямо вообще, я был рад этим всем, людям, я этим офицерам, этим офицерам хотел обнять, но, видимо, они это понимали, потому что, знаете, я сейчас по ним уже, заданное слово вспоминаю, они вели себя странно, вот, до того заходили, как короли в положение, да, а здесь, знаете, заходили, как будто ко мне в офис, так вот, робко, ну, так махали рукой, а, сейчас что, это постоянно здесь как-то, и все, и уходили, вот, минимум понимали, что еще немного, я их обниму, а без оружия, любовью, в смысле, вот, да, и, вот, интересно, да, ну, о самом видении, скажу, коротко, покороче, все-таки, в гримах, пора еще и знать, я, значит, скажу коротко, что в этом свете ярком, я видел еще свет, хотя, он настолько яркий был свет, что еще ярче, было трудно себя представить, но вдруг в этом свете, еще ярче свет, и этот свет, я знал, это Иисус, и он идет, и вот, особенно запомнилась, вот, его улыбка, и руки, вот так, вроде, обнимать, и он ближе и ближе подходит, и я, честно говоря, вот до того, улыбающихся Иисуса не видел вообще, я еще, ну, в смысле, для картины, я видел там живопись, да, Иисуса, по-разному изображали, икон множество видел, сам писал некоторые иконы, но, знаете ли, для храма, но, знаете ли, никогда не видел вот такого улыбчивого, такого довольного, довольного, как паровоз, кстати, вот вчера, сегодня, слушали песню скифы, мы этот, как, Сергея Бабкина, о, как называется, «Правиль Бога». «Правиль Бога». «Правиль Бога» песня. Вот рекомендую, послушайте, я послушал, я, почему-то раньше не слышал такую песню, мне так понравилось, а вторая еще, «Дэбэя». Настолько в этом всем Бог, в присутствии Бога, реально, где бы я был, он везде, во мне он, вокруг, это потрясающе. И, знаете, интересная вещь такая, он близко подходил уже к Иисусу, я даже, кстати, пробовал его изобразить потом уже, спустя годы, и ничего не получалось у меня. Я, это невозможно просто изобразить, я думаю, на небесах будут мастерские такие, в мастерской, чтобы я смогу вот этот образ схватить, ну, это потрясающе. Там все живое, и улыбка такая, знаете, вот лицо абсолютно счастливого человека, абсолютно счастливый человек, вот полностью, довольный, как барабус, вот довольный, абсолютно довольный, счастливый такой, ну, более счастливый, должен себе представить вообще. И он вот так вот, вроде как, объяться хочет. И чем ближе он подходит, а у меня не просто тепло внутри, у меня вот, как будто все кишки мои, внутренности мои, как будто поместимость на паровую баню. И они кидят аж, аж клокочут все. Сердце его сейчас выпрыгну просто. Но, но не больно. А он все ближе, ближе. Я думаю, еще секундочку, я бы там выпрыгнул просто из тела его. Не просто бы вышел, а выпрыгнул просто. Вот. Ну, конечно, да, чисто по-человечески, да, кочанелый труп, значит, солдата в карцере. Но, ну, трагично, конечно, было бы, но, ну, я бы там сверху уже вам махал бы. Ага, вам привет. Доблагосвидетели там, молодцы. Вот. Нет, ну, а вообще-то, когда самый момент, я уже понимаю, что я вот, ну, еще бы секунду, я бы выпрыгнул просто. К нему в объятии просто. Настолько вот так вот это, вот это любовь, вот это довольство. Он такой счастливый. И, знаете, вот с таким восторгом так смотрит. Хо. И в этот момент я ничего не вижу. Опять стенка передо мной, опять полумрак. Но самое интересное, никакие зайчики под глазами не бегали. Знаете ли, но внутри все так же колокотало. И так же было горячо. Знаете, в Киеве я однажды проповедовал в одном собрании, и там было много военных, много этих курсантов училища военного. Будущий военный медик. И с ними был один полковник, пожилой человек, преподаватель, врач-психиатр. И вот мы потом общались после собрания уже. И этот полковник, пожилой человек, он сказал, знаете, вот, при всем уважении, ну, то, что он услышал, я как раз об этом рассказывал, об этом случае. И он говорит, что да, конечно, то, что сделали с вами, это как бы-то без метел, просто, ну, такое бывало, конечно, да, бывает. Но, то, что я услышал, говорит, для меня это вот пример именно галлюцинации. То есть вы видели, ну, галлюцинацию. Месяц не спать, не есть, почти не пить, на холоде, плюс дышать хлором. Все условия, как-то, да, хорошая галлюцинация. Но, я сказал, товарищ полковник, при всем уважении, говорю, но это не было просто галлюцинацией. Галлюцинация, в отличие от введения, она лишь касается психики самого человека. То есть это не касается кого-то еще других людей. И она, галлюцинация, не меняет обстоятельства. А здесь было все иное. Я даже две недели этих, не то чтобы депрессия какая-то, даже следа уныния было вообще. И тогда мысль такая проскальзывала, а что, если тебя все-таки в детство направят? У меня тут же перекрывала карта битвы. Знаете, вот такая мысль тут же приходила на одну мысль. И слава Богу, говорю, вот если с таким Богом, с таким Христом, даже баб тебя правит, там будет рай. Вот с таким Богом даже баб тут будет рай. Вот реально, Владимир, как помните фильм этот старый, «Жизнь прекрасна»? «Колстагель», все, «Фабрика смерти», а «Жизнь прекрасна». Кто-нибудь смотрел, посмотрите, это удивительная история. Вот, а это в тысячу раз больше, чем об этом фильме даже. Слава Богу. Вот, и интересно, что ситуация вся изменилась. Меня не отправили в дисбат. Я не знал, почему, не знал, зачем. Когда, значит, в роте был уже, покушал все, вернулся в роту. Не знал, что делать вообще. Офицеров никого нет вообще, как корова связала. Странно дело, всегда были офицеры, всегда. То есть, больше обычных офицеров, чем даже солдат. А здесь никого не души вообще. Даже взводных никого нет. Что такое? Я же не знал нудних историй, что тогда происходило. Но, оказалось, я все узнал спустя годы. Некоторые годы. Все стало ясно. Когда с тем прапорщиком пообщался, я все узнал. Все истории узнал. Вот, оказалось, тот офицер, который замышлял, где белья ногами вперед сделать мне, тот оман в моей жизни, того времени, периода, он ногами вперед уволился из армии. Он погиб трагически. Мое дело закрыли. Потому что это было просто, ну, шито белыми нитками вообще. Меня уволили из армии. Я ушел. На своих двоих. Знаете, и вспоминая сегодня, годы прошли уже определенные, и сегодня, вспоминая об этом, я благодарен Богу. Даже вот все две недели, они одни из самых счастливых, чем моих, ну, вообще, тогда вот, в той жизни. Вообще, вот, в земной жизни, самое интересное, даже в самых порог ужасных обстоятельствах, бывают самые счастливые дни. Вот, когда мы с Богом, даже среди тьмы, как в том фильме, вот, «Жизнь прекрасна». Кросслагерь, фабрика смерти убивает людей, а, значит, видеть, когда смотрят по другому человек совсем, и он видит жизнь, жизнь прекрасную жизнь, в этом ужасе даже. А тем более, если мы рождены свыше, тем более, если Бог в нас, тогда уже стакан всегда, не на половину пусты, а на половину полу. Тогда действительно, как говорил Иван Петрович, сто лет назад еще, лидер евангельского христианства, тогда в Царской России еще, Проханов Иван Степанович, говорил, что христианин – это неисправимый оптимист. Так оно и есть. Дамы и господа, братья и сестры, благословляю вас, и пусть Божий Святой Пурим будет и в вашей жизни, и не раз большие и малые, то, что называется катан-пурим, совершаются в ваших семьях, общинах, церкви. И пусть действительно, как сказано, любим Бога, песнь любви эта звучит. И эта любовь, она, взглядая всякий страх. Наши старшие братья и сестры еще в древнем лимитом, вот времена Юрия, этого Георгия Бряноносца, и до него могли на арену колизеев выходить, зная, что их сейчас сожрут, эти львы, но смотреть, впасть этим львам и людям, которые как на шоу смотрят на все это. Знаете, не как на человека, хуже животного на тебя смотрят, могли петь песню любви, любить и благоставлять, прощать. Сегодня говорят прощенные, да? Прощенные воскресенья, обычно в народе так говорят. Но я скажу, что настоящее прощение, оно только лишь тогда, когда человек сам пережил прощение от Бога. Принял это, Божье прощение. А Бог примирил Собою весь мир, не вменяя людям прегрешения их. Это все прощения Божьи, когда приходят в нашу жизнь. Вот тогда действительно чудо Божье. Друзья, благоставляю вас словами благословения священников из четвертой книги Моисеевой, из чисел, шестая глава. В конце шестой главы вот эти три стиха благословения. Я очень люблю это благословение. Оно очень трогательно. В моей жизни просто сыграло определенную роль. И я с удовольствием делюсь этим благословением. И пою это благословение, где говорится, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok